18 апреля 1902 года впервые в мире для опознания преступника начали применять дактилоскопию. Это метод идентификации человека по его отпечаткам пальцев. В основе метода лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который был уверен, что рисунок на ладонях и пальцах человека уникален. Гипотеза родилась в результате долгих исследований. Чуть позже, в 1895 году, английский антрополог и психолог Фрэнсис Гальтон подтвердил гипотезу и добился введения дактилоскопии в структуру полиции как метода регистрации преступников. Правда, применять ее стали только спустя 7 лет. Сегодня метод дактилоскопии значительно усовершенствован. Электронная база отпечатков существует в каждой стране. В этот день, в 1922 году, в столице России, Москве, открыли автобусное движение. Начиная со второй половины 19 века, русские предприниматели неоднократно обращались в Городскую думу с предложением использовать на улицах столицы автомобильные амнибусы, которые к тому времени появились уже во многих городах Европы. Но городская полиция отклонила проект, сославшись на узость улиц для широких и громоздких экипажей. С конца 19 века в Москве начали появляться автомобили, и число их стало быстро увеличиваться, но попытки организовать в городе автобусное сообщение не прекращались. Тот первый автобусный маршрут, который был запущен в 1922 году, связал ныне Комсомольскую площадь с Белорусским вокзалом. Определенного расписания движения не было, автобус просто ходил время от времени. Стоимость билета на одну станцию составляла четверть миллиона бумажных рублей. 18 апреля 1937 года родилась прекрасная советская актриса театра и кино Светлана Немоляева. Ее дебютом на сцене стала роль Офелии в спектакле «Гамлет». Затем ей начали предлагать роли одну за другой. Актрису очень любил снимать Эльдар Рязанов. Она сыграла в нескольких картинах режиссера «Служебный роман», «Гараж» и другие. При этом, несмотря на необычные звонки, голос и всегда лихие кудряшки на голове, героини Светланы Немоляевой не были похожи друг на друга. В некоторых фильмах актриса снялась вместе с мужем Александром Лазаревым, с которым прожила всю жизнь. История любви актеров удивляла многих. Сегодня, несмотря на возраст, Немоляева продолжает играть в кино и театре, а в свободное время любит заниматься цветами и собирать грибы. «Но я, конечно, понимаю, что после всех этих забот с детьми, после этой домашней каторги, я уже не такая хорошенькая, как была раньше. Но я же не виновата. Но ведь это же твои дети. Это же наши дети.